Продолжаем наше занятие. У нас целая неделя посвящена великому американскому пикаповедению. Старший преподаватель нашего учебного заведения Алексей Мачилов. Концентрат мыслей. И сегодня мы наконец-то потихонечку пришли к тому, вокруг чего непременно разговор крутится каждый раз. Dodge Ram. Ну, заодно и Daytona с Dakota. Лёш, привет. Приветствую. В общем, Ram это автомобиль практически легендарный в России. И то, что он не является лидером продаж в Америке, российского человека мало интересует, потому что его в первую очередь любят за глаза. За красивый блок фары. Да. Я помню, когда я впервые в жизни увидел живьём Ram, это был какой-то там 95-96 год. И человек, подрабатывающий как перегонщик в нашем доме, пригнал такой Тарантас, отлифтованный на больших колёсах, с двухдверной кабиной, короткобазной. Вот в те самые лохматые годы, когда мы подобной машины не видели в России никогда. Даже на картинках. Даже на картинках. У него при этом был прямоточный выхлоп ещё вдобавок. И бумнение восьмицилиндрового мотора. Оно заставляло окна в деревянных гнилых рамах трястись во всей 16-этажке. То есть, в общем, совершенно сумасшедшая машина. И при этом она у него очень долго не продавалась, поэтому он на ней ездил месяца три. И тем самым, в общем, прославился на весь наш микрорайон, потому что автомобиль был совершенно фантастического внешнего вида. Вот. Ну и, в общем, это как любое воспоминание детства. Оно, естественно, вырезается страшной занозой в головной мозг. И так оно с тобой живёт. Ты меняешь одну машину на другую, вторую на третью. Но каждый раз, когда ты на светофоре видишь характерную решётку радиатора и прищурок глаз РЭМа, у тебя почему-то холодок просто по позвоночнику. И просто непредалимое желание когда-нибудь заиметь такую машину хотя бы ненадолго, чтобы просто поставить галочку в личное дело, да, что у меня такое было. И, соответственно, вопрос рациональности, он чаще всего отходит уже вообще на второй план. Ты начинаешь уже спокойно относиться к тому, что это, опять же, неофициальные поставки, о том, что нет дилеров и вообще неизвестно, как эта штука будет жить в условиях, например, моего образа жизни, когда я много путешествую и так далее. В общем, очень хочется. Но при всём при этом я, например, как типичный потребитель подобного автомобиля, подступаюсь к запретному плоду последние, не боюсь соврать, наверное, года четыре. То есть, причём покупка РЭМа, она каждый раз как-то оборачивается какими-нибудь обязательными приключениями, изысканиями, то есть уже находится какая-то машина, потом она пробивается по Карфаксу, оказывается, что она какой-нибудь утопленник во время очередного наводнения. В общем, это совершенно сумасшедший процесс, потому что хочется дёшево, потому что за эксперимент платить дорого неохота. А, соответственно, покупать новую машину, ну, так каждый может, как говорится, но это не наша история. Ну, в нашем, в общем, кругу, это постоянная легенда, вы слышали, Мочилов себе РЭМ из-за океана тянет. Да-да, конечно, мы слышали, слышали. Вот сейчас со дня на день Мочилов, как он на этом дадже, о, да, мы уже знаем-то, мы его даже видели, да буквально вчера он мимо нас проехал. А так годами. Да-да-да, так что, в общем, эта история достаточно одиозная. Вот, рано или поздно, наверное, это когда-нибудь произойдёт, но благодаря тому, что я четыре года об этом думал, наверное, из всех американских пикапов, в принципе, о РЭМах я, наверное, знаю больше всего. Но при всём при этом, как и все остальные марки полноразмерных пикапов, у меня такой машины в владении никогда не было, поэтому могу лишь оперировать отзывами друзей и знакомых и всей этой информацией, которая когда-либо была подчеркнута в недрах автосервисов и так далее. Например, там, где я обслуживаюсь, обслуживаются параллельно ещё два РЭМа, одна Сильверада, даже две Сильверады и один F350. То есть, в принципе, сами понимаете, есть некоторая статистика. Причём, самое главное, что все эти машины ездят под владельцами, которые прекрасно, значит, такой оффроуд, и ездят, соответственно, не только по асфальту, что особо ценно. Вот, значит, поэтому, возвращаясь к РЭМу, хочется сказать следующее. То, что эту машину нужно чётко подразделять на, скажем так, два поколения. Ну, по крайней мере, то, что у нас в России встречается на дорогах. Это всё, что было до 2009 года. И, соответственно, современный РЭМ, который пошёл в 2009 и производится до сих пор. РЭМа, это два принципиально разных автомобиля, при всём при том, что они вроде бы визуально, ну, как бы, они сильно изменились, но вроде бы всё то же самое. В рамках удовольствия. Да, 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 почти 6 метров, и там 5,7 V8, такой базовый моторчик. И, кажется, вроде бы, ну, что там можно было изменить, вроде бы рама и рама и так далее. Но у, соответственно, современного РЭМа, у него уже пружинная подвеска, он стал гораздо комфортабельнее. И ещё благодаря тому, что салон стал очень похож по стилю на поделки компании «Мерседес», потому что новый РЭМ создавался тогда, когда Chrysler принадлежал «Мерседесу». В общем, автомобиль и выглядит дорого, и в салоне он прекрасен. И, в отличие от Ford F-150, про который мы говорили вчера, никакой дешёвой пластмассы в салоне вы не найдёте. По крайней мере, в более-менее дорогих версиях там будет и кожа, и всё, что угодно вообще. Кожа-то у американцев бывает по любому поводу. А вот пластмасса, отлитая из детских пеналов китайских, она практически у всех. А у Dodge? А вот у Dodge современного, по крайней мере, в комплектациях выше средней, она уже практически нигде не встречается. То есть только если очень сильно поискать. Поэтому машинка очень достойная. И при всем можно ещё отметить, что у неё хорошая шумоизоляция, у неё вполне приятная управляемость, у неё хорошая стала плавность хода. Но это мы говорим, конечно, про 1500-ю серию, про легковую, скажем так. Про детскую. Да, про детскую, которая с категорией B чаще всего встречается. И их, естественно, очень активно полюбили любители марки. Везут их вагонами. За последние года-два продажи поднялись, я уж не знаю, во сколько раз. Но серые дилеры их завозят просто в огромных количествах. И представительство Chrysler, я бы так сказал, новых автомобилей других моделей марки Chrysler завозят в Россию, наверное, меньше, чем серые дилеры завозят конкретно Dodge и Ram. Ты не забывай, что Chrysler всё-таки он покойник в нашей стране. Да. Но это достаточно такой яркий показатель, да, когда серые разрозненные дилеры там в количестве трёх-четырёх основных игроков на рынке завозят совокупно Ram'ов больше, чем, в принципе, представительство Chrysler в России продаёт автомобили всех моделей, включая Grand Cherokee, и там, и Fiat, и всё подряд. Вот. То есть это как раз говорит о полной недееспособности представительства. Ты прости, от меня, на Беговой улице в бизнес-центре Monarch. У них даже офис есть ещё? Да, 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 есть. Я думал, разогнали давно. Ну, нет, ну как же. Глава представительства сеньор Горелли, похоронивший всё, за что хватался своими руками. Это талантливейший человек, дай бог ему здоровья. Ну, представительство Chrysler мы можем долго обсуждать, хотя бы из-за того, что мы всё время выиграли у них суд по поводу сгоревшего джипа Rengler, вот, и после этого с нами не общаются. Поэтому во многом радиослушатели и рады слышать наш дружеский стёп по поводу представительства Chrysler. Я просто с ними действительно общался, и когда я хотел сеньора Горелли позвать в эфир, а мне девушка с запинающимся языком сказала, что он занят, поскольку организует франкфуртский автосалон, я понял, что во Франкфурте салона в этом году не будет, но он всё-таки состоялся. Ну, значит, всё-таки от организации отстранили. Отбились просто, да. Вот, в общем, по этой причине я так подозреваю, что Рэма вы встречаете на дорогах часто, возможно, даже каждый день, и современная реинкарнация этого прекрасного автомобиля, она, соответственно, отвечает всем возможным приоритетам современного человека и совершенно не напоминает собой грузовик, ну, разве что размерами. Вот. По надёжности зато появились некоторые моменты. То есть есть ряд людей, которые счастливы, довольны и ездят на них долго, а есть, которые чинят постоянно. Новости. Занятие по американскому пикапу видению продолжает преподаватель Алексей Мачилов, Додж Рам. Ну, так вот. И, в общем, союз Крайслера с Мерседесом, он, с одной стороны, сказался для Рэма хорошо, потому что Рэм стал более, скажем так, роскошным и более дружелюбным к водителю и к пассажирам. Но при всём при этом с качеством случилась какая-то странная вещь. Появился синдром отечественного автопрома, скажем так. Так, то есть ты либо покупаешь машину, ездишь на ней долго и счастливо, она вообще никак тебя не достаёт. Ну, там, грубо говоря, какие-то мелочи могут быть, но совсем мелочи. Просто такие огрехи сборки, скажем так. Либо у людей происходят какие-то очень чудовищные поломки, ну, типа там развалившегося автомата на пробеге 15 тысяч километров, грубо говоря. Причём это, ну, вот одна из таких одиозных историй произошла далеко не на 1500 серии, а на грузовом, по-моему, даже 3500 Рэме, то есть который самый heavy duty и вообще рассчитан на перетягивание 10-тонных прицепов и так далее. В общем, у него просто прямое при движении по магистрали развалилась коробка. Вот, и так далее. В общем, такие вот какие-то вещи бывают, но это всё-таки исключение. Так что я бы не стал на этом сильно концентрироваться, потому что всё-таки большинство владельцев так или иначе довольны. А машинка, в общем-то, ну, получилась гармоничная. Вот, но, опять же, более старые Рэмы, которые шли до 2009 года, которые все ругали за их как раз излишнюю кондовы, за то, что они такие примитивные, то, что у них там салоны из самого дешёвого пластика и то, что там большинство каких-то аксессуаров, которые там стоят, они там практически ломом там выбиты из цельного куска пластмассы. Ну, в общем, короче говоря, ну, машина реально очень кирзовая такая. Вот, они сейчас стали, наоборот, в цене, потому что оказалось то, что они были какие-то более, скажем так, ну, железные такие. Вот, и двери там захлопывались по-другому, и ехали они как-то более уверенно и так далее. То есть, в общем, мир раскололся на тех, кто принял и полюбил нового Рэма, и на тех, кто стал молиться на старые модели, и ни в коем случае не хочет пересаживаться, соответственно, на новую. Вот, но, что интересно, люди, которые даже купили в итоге нового, они с жуткой ностальгией вспоминают Рэм до 2009 года. У меня есть хороший знакомый, у которого была очень красивая машина, такой рыжий металлик, красивейший, просто в очень хорошей комплектации спортивный Дайтона, значит, там, с спортивными сидениями, там, чуть ли не единичных, там, ну, в общем, какая-то ограниченная серия. Я помню, что у него даже была на центральной консоли, там, табличка с серийным номером этого автомобиля, там, 500 какой-то там, а может быть, не 500, но, в общем, не важно. Вот, и вдруг у него перед глазами стал проскакивать в женовом кузове РМ-2500 в верхней комплектации Power Wagon. Эта комплектация специально сделана для бездорожья, ну, хотя, вы сами понимаете, что такое для бездорожья, там, 3 с лишним тонны грузовик практически для бездорожья. То есть он длинный, там, 6 метров, на достаточно маленьких, там, штатных, там, по-моему, 33-х колесиках, но уже с лебедками, с защитами, там, с усиленными амортизаторами и так далее. Ну, в общем, машина такая по американским меркам подготовлена для бездорожья. Ну, то есть в нашем любом болоте эта штука тонет быстро. Значит, ну, в общем, человек по-быстрому распрощался вот со старой моделью, купил новую, а потом стал ностальгировать по старой. И вот сколько вот мы с ним не общаемся, он говорит, а вот рыжий был хорош, а вот эту нет, это уже не то. Но визуально, конечно, новый красавец. Вот, значит, и по поводу, кстати говоря, проходимости тоже интересное наблюдение. Подавляющее большинство людей, которые пересаживаются когда-либо в своей жизни на полноразмерный американский пикап, видя его размеры и читая его вес, считают, что этот автомобиль по бездорожью не едет вообще. Ну, потому что физика показывает, что он должен в лесу не пролезть, в болоте утонуть, а на любом перегибе местности сесть на брюх. Так вот, спешу разочаровать пессимистов и порадовать тех, кто в итоге ездит на этих машинах. Сколько мы не сравнивали их проходимость с привычными внедорожниками, ни Тундры, ни Рэмы, ни F-150 никогда, прошлое ощущение, мордой грязь не ударяются. Едут они на равных чаще всего. Понятное дело, маневренность у них в лесу не очень хорошая, и как бы это такие издержки производства, скажем так, связанные с размером автомобиля, но в целом какого-то очевидного отставания по проходимости нет. Но есть просто такая врожденная фобия у человека, потому что понимаешь, что если эта штука застрянет, ты его уже не откопаешь. То есть это как откапывать КАМАЗ. Я один раз в жизни откапывал КАМАЗ, когда мы ездили на шелковый путь на ралли-рейт, и с меня хватило. И поэтому большинство людей, у которых хотя бы раз где-нибудь засадили Рэм, они больше тоже не хотят. Потому что сколько бы у тебя не было пассажиров в салоне, вытолкать его не вытолкаешь. Соответственно, какая бы у тебя ни была длинная лопата, снег из-под всего Рэма очень сложно выкопать. А если уж ты сел на мерзлый грунт, то еще хуже. Поэтому подавляющее большинство владельцев Рэмов уйдет по пути тюнинга. Потому что 35-е колеса в него встают без переделок, что его очень хорошо выделяет, например, на фоне Шевалета Аваланч, про который мы говорили позавчера. И, в общем и целом, машинка начинает более-менее ехать. Хотя 35-е колеса для такого большого автомобиля не очень-то много. Но дальше статистика примерно такая. Люди готовят, 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 доходят до 37-х. Быстренько, потому что 35-х все-таки мало. На 37-х они начинают понимать, что все-таки, наконец-таки, вот эта вот махина начала куда-то двигаться в бездорожье. А дальше происходит следующий качественный скачок уже на 39-е и на 40-е колеса. Проходимость-таки появляется. Но, правда, и вес становится уже ближе к 3,5-4 тоннам. И, соответственно, падает уже надежность. Дальше уже приходится строить машину в геометрической прогрессии. То есть менять там подавляющее большинство деталей по трансмиссии и по подвеске. И РЭМ становится, с одной стороны, красивейшим шоу-каром, с другой стороны, сумасшедшим пылесосом для семейного бюджета. Потому что из, в общем-то, очень недорогого автомобиля в обслуживании он превращается в безумный проект с расходом денег. Ну, просто с таким, что если вы скажете какому-нибудь стритрейсеру, который там строит машину для дрифта, то человек просто подумает, что вы какой-то просто сумасшедший олигарх. Потому что не принято такие деньги на тюнинг тратить. То есть это, грубо говоря, сотни тысяч рублей в месяц. Ну, то есть это если ездить. Понимаете, что если она будет стоять, то вы построили ее, поставили на большие колеса, поставили в дальний угол своего поместья, и все равно его со всех сторон видно. Потому что памятник большой. А если все-таки ездить, то, в общем, начинаются некие проблемы. Поэтому если у вас проявляется вот это вот желание все-таки куда-то лазить на внедорожнике, я бы все-таки не рекомендовал играть с полноразмерными пикапами. То есть все-таки в грязи надо ездить на одних машинах, а вот на дальние расстояния или в путешествия по, скажем, легкому и среднему бездорожью уже можно спокойно ездить на полноразмерных пикапах. То есть тут просто главное четко определиться, что это не проходимец. То есть это не какой-то там, грубо говоря, лонг-крузер 70-й серии, на котором можно долго и счастливо ездить по бездорожью годами, и он будет это терпеть. Нет, он это терпеть не будет. Хотя, конечно, тюнинга в Америке на них громадное количество, и любой человек, который когда-либо пытался посмотреть каталоги того, что предлагается на РЭМ, это просто глаза разбегаются. Но объяснение очень простое. У компании Chrysler есть прекрасный автомобиль Jeep Reimler, который сделан как раз для бездорожья. Поэтому если вам все-таки очень хочется в болото, то не портите грузовичок, а купите нормальную машину с открывающимся верхом. Тем более, что моторы примерно одинаковые. По расходу топлива очень близкие. Да-да-да. Кстати говоря, к вопросу о расходах топлива. Значит, я уже говорил, что базовый мотор 5,7, то есть самый распространенный двигатель. И один из, в общем-то, самых надежных среди американских восьмерок. Поэтому, ну ладно, продолжим сразу после рекламы. Леш, так что там с расходом топлива у РЭМа? Значит, расход топлива на современных восьмерках совершенно не пугающий. Как бы это ни было удивительно для подавляющего большинства людей, которые ездят на автомобилях среднестатистических, которые у нас встречаются на дорогах. В общем, по трассе подавляющее большинство людей укладывается в диапазоне 14-16 литров. Что, согласитесь, для такого размера очень мало. Вот в городе, соответственно, расход, понятное дело, редко бывает ниже 20 литров. Но и выше тоже, в общем-то, встречаются нечасто. То есть я знаю людей, которые умудряются как-то сжечь и 30 литров в городе, но, честно говоря, при нынешнем количестве камер слежения и так далее, мне кажется, это уже как-то история. Уже невозможно. Поэтому автомобиль совершенно не обременительный. В обслуживании он, в общем, достаточно скромно ест для своего размера. Уж не больше, чем, грубо говоря, бензиновый Land Cruiser 200 точно. И что самое приятное, он абсолютно недорог по расходным материалам. То есть там колодки, фильтра и так далее. Там все стоит в пределах пары тысяч рублей. И редкое ТО у людей там выходит за рамки 5-7 тысяч рублей. То есть, представляете, на автомобиле такого размера. Такие совершенно какие-то фантастические цифры. Но, понятное дело, что до тех пор пока не произошла какая-то такая системная большая поломка. Там, конечно, уже цифры будут увеличиваться. Но попасть на какие-то там цифры на сотни тысяч рублей практически невозможно. То есть машины реально недорогие в обслуживании. Вот. Поэтому можно, в общем-то, рекомендовать. Вот. А с дизелями я бы, опять же, не рекомендовал связываться. Потому что все-таки дизель – это не совсем американская история. Если вы еще присматриваете к старым рэмам, которые бы оснащались Каминзом 5.9, которые любовно прозвали владельца Камнем. То есть это такой реально хороший, могучий, старый дизель. Он не очень-то мощный. А до 2002 года он был еще практически лишен любого электричества. Там стояли рядные ТНВД и так далее. В общем, такой очень выносливый мотор. Он еще был ничего. Все, что потом, ну, уже как бы более капризные двигатели. Сорярочка у нас практически не прогрессирует. Поэтому обслуживать дизеля американские в Москве сложно. Потому что у нас, конечно, есть там и представительство Каминца и так далее. Есть какие-то разрозненные специалисты. Но те, кто сталкивался с обслуживанием дизелей даже распространенных фирм, до того же там Ниссан или Тойота, многие скажут, что связываться с этим не хочется больше никогда. То есть единственный способ починить дизель, по сути, это превентивные замены всего по кругу. Потому что хороших диагностов мало. Людей, которые что-то в этом понимают, тоже мало. Ну и, в общем, вот сколько я знаю людей, которые когда-либо связывались, то есть если, грубо говоря, начинал хандрить топливный насос высокого давления, просто люди заказывали новый топливный насос. И все. Потому что какие-либо попытки его здесь перебрать или настроить, в трех четвертях случаев это просто поход к гадалке, которая с вас денег взяла, что-то понакрутила и сказала, ну, может, поедет. Вот из этого разряд. Поэтому обслуживание этих машин, оно так... Если вы хотите долго и счастливо, то бензин. Если вы хотите попытаться сэкономить, например, верить, что вы будете экономить, то дизель. И, кстати говоря, у бензина есть еще один огромный плюс. Он гораздо легче. То есть дизельный Cummins, он, по-моему, на 150 килограмм тяжелее, чем V-образная бензиновая восьмерка. И поэтому машины с дизелем и с бензином, они даже едут по-разному. У них и управляемость разная, и вообще все разное. Вот. Но в пользу дизеля можно сказать только одно. То, что если с него таким варварским способом вырезать всю экологию, EGR и все прочее, он становится очень мощным. Просто очень мощным. У него совершенно чудовищный звук. Если вы живете в квартире, а не в загородном доме, и у вас двор типа колодец, то при заезде в двор все сигнализации всех машин будут одновременно включаться. Потому что там совершенно сумасшедшая звуковая волна. Вот. Ну, в общем, я рекомендую как-нибудь обратить внимание, если что-то где-то тарахтит, причем быстро, это, скорее всего, идет дизельный какой-нибудь REM с выбитым EGR. Сумасшедшая вещь. Либо это T-34 в атаке. Ну да, но он не так быстро идет. Вот. Значит, как раз к вопросу о скоростных возможностях. REM спокойно вообще по трассе идет и 120, и 130, и 140, и 160 км в час. Останавливается? Он достаточно неплохо останавливается. И, в принципе, на его управляемость мало кто жалуется. Вот. Ну, просто само по себе ощущение быстрой езды на таком огромном вагоне, да, это... К этому надо привыкать. То есть, если вы перед этим ездили даже на Land Cruiser 200, REM производит впечатление очень большого автомобиля на этом фоне. А если вы пересели с чего-то более-менее легкового, то привыкание, естественно, будет дольше. Я, правда, опять же, скажу по опыту езды не на REM, а на Ford, на Excursion, что когда ездишь по городу на лифтованном Ford Excursion, люди, проходящие перед капотом на пешеходном переходе, ты их должен пересчитать, сколько человек зашло, и сколько человек потом вышло с другой стороны автомобиля. Потому что если кто-то остановился поговорить по мобильному телефону у тебя перед капотом, ты даже его шапку не видишь. То есть машина реально большая. И, соответственно, при сдаче задним ходом назад такая же история. Если у вас вдруг нет камеры заднего хода, а это такая опция, которая есть далеко не у всех, то за вами может спрятаться не только легковая машина. За вами может спрятаться даже бортовая газель. И, соответственно, сдвинуть... Мотор-то мощный, то есть вы упрятите просто аккуратненько его бампером в капот и сдвинете его до тех пор, пока вам не надоест. Вот. У меня такой был эпизод в своё время на Ниссане Патруле. Маленький, по сравнению с Рэмом. Вот. В общем, поэтому езда на больших машинах, она на самом деле вносит очень большую поправку в стиле езды, потому что и слепые зоны огромные в зеркалах, количество рассказов о том, как Рэмоводы, как они себя нежно называют, наезжают задним колесом при повороте направо кому-нибудь на капот, я этих рассказов слышал раз... ну, много. То есть, если вы где-нибудь стоите на многорядном перекрёстке, у вас слева стоит Рэм, и он вдруг, вы видите, начинает поворачивать направо, я бы на вашем месте не пытался рассчитывать на то, что он вас видит. Скорее всего, он вам наедет на капот. Выбрасываете тормозной парашют. Да-да-да-да. Вот. Потому что даже те, кто учился ездить на грузовиках в нашей стране, они всё равно недооценивают размер слепых зон, и большинство владельцев Рэмов, они всё-таки владельцы легковых машин в прошлом. И это прямо огромная проблема, такая вот она распространённая. Поэтому... ну и плюс, опять же, ты высоко сидишь, и люди чаще всего расслабляются, тем более, что есть же полное ощущение безопасности. То есть, сидишь, вроде бы ничего не происходит, потому что чувствуешь, что у тебя машина покачнулась. Почему покачнулась? Не понятно. Ага, кто-то к тебе прижался. Ну, в общем, есть свои плюсы, есть свои минусы. Вот. Но зато совершенно безопасно. То есть, с точки зрения активной безопасности, я не знаю, что нужно сделать с машиной, чтобы её там пробить до салона, скажем так. Да, то есть, я не знаю ни одного случая, где кто-либо пострадал из-за владельцев. Ну, по крайней мере, вот в России. То есть, на грузаках переворачиваются, там, грубо говоря, там что-то ломают. Но это всё-таки грузовичище страшного размера. А если на него ещё поставить пневмосистему через ресивер вывести на дуделке, тогда с тепловозом будет стопроцентное сходство? Ну, у многих это прекрасная игрушка есть. Реализованно, конечно. Ну, потому что у него должен быть соответствующий голос. И если вдруг на светофоре под капот тебе заехала шестёрка, и там остановилось поговорить по мобильнику, и ты не досчитался её на выходе, остаётся на пневму вежливо нажать. И когда через неделю эти люди начнут слышать опять, они друг другу расскажут, какого ужаса они натерпелись. Ну, это абсолютно, как бы, неотъемлемая часть стиля езды на большом американском пикапе. Поэтому стандартных машин, на самом деле, по городу ездит достаточно мало. Потому что любой человек, который покупает такой автомобиль, он понимает, что он уже, в принципе, и так хорошо выступил. Но надо же отличаться от того второго рема, который в городе ездит в таком же цвете. Идею надо отшлифовать. Да, 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 да. И поэтому, естественно, тюнингуют их со страшной силой, ставят там совершенно невозможные вещи. И поэтому найти два одинаковых рема практически невозможно. Что, кстати говоря, согласитесь, очень хорошая характеристика, потому что мы все-таки живем в мире всего одинаково, да, и найти на одной парковке, например, свой черный 200-й лонг-крузер в Москве, это достаточно проблематично, потому что их там еще 20 таких же стоит. Они же все одинаковые. Соответственно, найти два похожих рема нереального. Во-первых, их производится, очень много комплектаций, в отличие от любой Тойоты. И, во-вторых, все-таки владельцы у нас совсем такие все специфические. Я несколько раз был на слетах владельцев автомобилей Dodge Ram. Ну, я вам могу сказать, что эта тусовочка очень такая оригинальная. То есть, ну, я много повидал, но там чаще всего мне даже говорить нечего, потому что люди настолько самодостаточные, настолько они все разные, и настолько им всем друг другом весело, что это редко заканчивается без драки, скажем так. Это такой типичный техасский тип отдыха во времена Дикого Запада. То есть, люди, в общем, подбираются очень эксцентричные, мягко скажем. У американцев у них на самом деле иконы под названием Рэм-2. Первая — это Dodge, а вторая — это 870-й Ремингтон. И те, и другие встречаются исключительно в тюнинге. Найти два одинаковых Ремингтона в 870-х на Стрельбище практически так же нереально, как найти два Рэма в московском потоке. Мы причем должны понимать, что вот такой культ Рэма, он же, опять же, создался, по сути, ну, в основном в России, потому что все-таки в Америке все равно это фономили для колхозников. И подавляющее большинство этих машин все-таки работает с коммерческой точки зрения, и на них ездят фермеры, занимаются своими хозяйственными делами и, как бы, ну, особо не выделываются, скажем так. Поэтому найти там Рэм в хорошей комплектации на вторичном рынке, конечно, можно, но все равно большая часть их будет продаваться достаточно в овощном, в таком исполнении, который наши потребители не очень-то любят. Вот, хотя встречаются совершенно занимательные комплектации. Вот, например, я уже пару лет все прям мечтаю как-нибудь обзавестись таким двухдверным Рэмом с очень короткой базой и при этом с тем же самым 5,7 мотором, который, в моем понимании, в воплощении гармонии. Но подавляющее большинство людей обзывает его обидным словом головастик и считает, что это какой-то недорем. Ну, это скалолаз, на самом деле. Ну, его как ни обзави, в моем понимании, прекрасная машина. Вот, но он о вкусах, как говорится, не спорит. Но вот как раз все головастики коротенькие, они все очень в скромной комплектации. У них нет, понятное дело, никакой там супер-мега-музыки, никаких там излишних шумоизоляций. Ничего, просто рабочая лошадь, и все. Вот эта вот разница между Рэмом здесь и там, между имиджем, сутью и сферой применения, она как раз и сформулирована была во фразе, принадлежащей многим людям сразу в литературе «Два мира, два шапира». Как сильно у нас отличается сельское хозяйство? Наши колхозники себе такое позволить не смогут в ближайшие, наверное, лет 700. Согласен, но в то же время стоимость нового Рэма, она не сопоставима со стоимостью нового там лонгкрузера 200 или нового патруля. Рэм гораздо дешевле. Поэтому, в общем, с точки зрения экономики, чаще всего тут стоит выбор между, например, новым омароком или новой наварой, или с небольшой, подчеркну, доплатой, новым Рэмом, или там за те же деньги двух-трех годовалым Рэмом. Рэму в этом отношении выглядят предпочтительнее. Продолжаем вожделеть «Додж Рэм». У нас Дмитрий на связи. Дмитрий, вы дождались своего часа звездного. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Очень рад, что дождался, очень рад, что дозвонился. В первую очередь хотел бы поблагодарить вас за очень интересную и важную, я считаю, поднятую тему по американскому автопрому. Это Алексею Мучилову спасибо. Он как раз здесь для того, чтобы услышать лично от вас. Алексей, большое вам спасибо, потому что я являюсь большим поклонником американского автопрома. Мое субъективное мнение, что машины в мире могут делать только немцы и американцы. Не кидайте в меня помидорами, но вот я так вижу. Я большой поклонник РАМа, вообще пикапов и всего американского автопрома. И очень необходима, я считаю, вот эта передача, потому что существуют вот эти суеверия почему-то в России, откуда-то взять. Большинство людей ничего не знают про американский автопром, но все убеждены, что это прожорливые какие-то монстры, запчасти на них не найдешь. И они очень дорогие в обслуживании. Люди же вообще склонны к стереотипному мышлению. Вот стереотип, да. Это факт. Да, это факт. И самое интересное, что все, у кого... Я просто долгое время прожил в Америке, да, ну вот, наверное, оттуда пошла любовь к американскому автопрому. Но тех, у кого я спрашивал, почему, откуда вы, за рулем какой машины вы сидели, оказывается, мне кто-то сказал, знаете. Вот, к сожалению, вот такая действительность. Ну да. Дмитрий, говорите, говорите, да. Да, звоню еще немножко с таким личным вопросом. Я являюсь счастливым, абсолютно счастливым владелецом Chrysler 300C 2008 года машина. Вот. Немножко не принял я новую версию, вот, с 2011 года. Ну, скажем, не то, да. Стиль там, конечно, изменился сильно. А у вас каким мотором 300C? Вот я ждал этого вопроса. Я немножко опустил глаза. И, честно говорю, что 2,7. Я так и думаю. Да, да, но вы понимаете, не потому, что я не хочу Хэмми, а потому, что я живу и работаю в Москве. Вы знаете, я бы вот так, что касается 300C, я бы вот так, вот как сказал, что в моем понимании оптимальный автомобиль все-таки с мотором 3,5, насколько я помню, такой у них объем, и который идет с полным приводом. Вот этот 300C, он, конечно, фантастический. Еще с кузовом универсал, это отличная машина. Да, они европейцы такие делают. Вот, 5,7, если честно, вот именно на автомобилях 300C и на Grand Cherokee, я не очень люблю этот мотор, потому что машина с ним начинает становиться неадекватно прожорливой для своего класса, я бы вот так сказал. То есть, когда РЭМ ест 25 литров, это простительно. Когда Grand Cherokee ест 25 литров или 300C ест 25 литров, это непростительно. Это машина разных классов, и есть определенные, скажем так, критерии расхода топлива, которые, ну, понятны. Вот, поэтому, когда 3,5 литровый 300C с полным приводом укладывается в 16-18 литров, меня это гораздо больше радует, нежели чем заднеприводный, соответственно, более прожорливый автомобиль. Вот, единственное, что я хотел бы сказать против 300C, это то, что он удивительно низкий, и при всем вот этом своем брутальном и таком мужском, скажем так, внешнем виде, дорожный просвет у него исчезающий. Маленький, то есть, на Шварлете Камара, например, мне кажется, такой же примерно. Я могу привести только один маленький пример, и все время на 300C, где-то в районе Котельнической набережной умудрился с защитой картера словить люк. То есть, это было не весной, это была не разбитая дорога, просто из земли слегка торчал люк. К великому счастью, там стояла защита штатная, стальная. Да, удар был совершенно страшный, и, ну, я, правда, конечно, согласен, что я просто по привычке езды на внедорожниках пропустил его меж колес, но все равно. То есть, машинка реально низковатая, то есть, это мои личные наблюдения, возможно, это касается больше полноприводной версии, я не буду с этим спорить, возможно, на заднеприводной все не так. Вот, но вот такой осадочек у меня остался, он был, конечно, очень неприятный. Вот, хотя машина очень уважаемая, я вас прекрасно понимаю, как владельца, почему вы ездите именно на таком автомобиле. Дмитрий, а почему вы не ездите на Дош Рэм по нашей стране? Ну, скажем так, машина должна определять задачи, которые на нее возлагаются. Я пока еще не то, чтобы не строю дом, я даже и не планирую строить дом, да, то есть, меня не интересуют никакие капиталовложения, скажем, здесь. Да, у меня совсем другие планы на далекое будущее. Буду работать сколько смогу, а там, скажем, немножко иначе построю жизнь. А все-таки езда по городу, ну, разве что, ну, в собственное удовольствие, потому что он меня, конечно, восхищает. У меня у соседа, я не знаю соседа, но вот я вижу каждый день, паркуясь, 1500 рам, я, конечно, с восхищением прохожу. Ну, я среднего роста, невысокий, вроде не низкий, но у меня примерно по шею, наверное, его решетка, то есть, это впечатляет, конечно. Собственно, такая американская машина, именно для этого в этом дворе и стоит, для того, чтобы мы проходили и понимали, что на уровне нашей шеи не только гильотина, но и капот американского пикапа. Машины, на самом деле, безумно запоминающиеся, потому что реально они, ну, чаще всего узнаются даже на протяжении потом долгого времени. Потом люди, ну, грубо говоря, встречаются где-нибудь там в другом конце Москвы, там, в каком-нибудь фитнес-клубе или еще где-нибудь, узнают человека из своего района по машине, да, то есть, ну, в общем, машина реально, конечно, является зеркалом своего владельца. И, кстати говоря, по поводу брутальности рэмов, я прям вот очень рекомендую, когда будете проходить мимо такого зверя, загляните просто под него и посмотрите на размер рамы, на размер карданного вала. Потому что карданный вал по диаметру напоминает канализационную пластиковую трубу. То есть, это просто нереальная чугунина. Вот. И к вопросу, опять же, о массивности деталей, я как-то видел сравнение рулевого наконечника от Land Cruiser 80, от легендарного Land Cruiser 80, и рулевого наконечника от Dodge Ram 2500, от вот Heavy Duty. Разница в три раза в размерах. То есть, это реально огромная такая железная деталь, которая вызывает уважение. Ее просто вот можно поставить дома в качестве, там, я не знаю, выбрать какую-нибудь хрустальную вазу и поставить там рулевой наконечник. Потому что это просто произведение искусства. И в Европе, и в Японии нигде сейчас так не делают. Это просто исчезающий вид. И, кстати говоря, у Ford F-150, про который мы вчера говорили, абсолютные детские рулевые наконечники по сравнению с Dodge Ram. Все-таки разные немножко направленности автомобилей, потому что все-таки F-150 считается более гражданской машиной, и более такой, скажем, для обычной эксплуатации. А Ram считается более утилитарной машиной для более такого уже вдумчивого, скажем так, покупателя. Вот, поэтому у Рэма там, конечно, запас прочности по деталям может быть и не намного выше, но уж размер этих деталей, конечно, вызывает дикое уважение. Вот, и это реально можно показывать. Его надо обязательно, когда вы его сгоняете на мойку, мыть ему обязательно днище, так, чтобы это было все красиво и так далее. И водить туда экскурсии потом. Ну и, кстати, можно в качестве сувенира. А что вы тебе подарили на день рождения? Такую рулевую штуковину, и после этого человек будет практически как с люком конституционным в обнимку. Либо счастлив, либо в недоумении. Это, кстати говоря, будет небольшое отступление от нашей темы разговоров. У меня все время, когда я был на заводе Rolls-Royce на экскурсии, практически единственный от России журналист, который, ну, по крайней мере, в тот год попал прямо на завод, мне в качестве сувенира подарили дефлектор системы вентиляции, который установлен в салоне, который вы пальцем поворачиваете, чтобы вам в лицо дуло из печки. Вот этот вот дефлектор весил полтора килограмма. Он был из цельного фрезерованного куска металла. Совершенно чумовая вещь. Я только после этого понял, как достигается плавность вот хода всех вот этих рычажочков и так далее у Rolls-Royce, потому что каждая деталь весит сумасшедших просто килограммов. Некоторая долговечность достигается тем же самым. Да-да-да. Вот, поэтому, в общем, подводя черту под рассказом про Рэм, я могу только одно сказать, что людей, которые купили Рэм и пожалели, я своей биографии не встречал. Завтра у нас будут уже пикапы Toyota. Спасибо. До завтра.